Алло, я в Билингвене. Привет от Суховей тогда уж. Да, привет от Суховей, от всех, да. А вас ведь ждали, ждали ведь. Так может он что-нибудь в микрофон скажет? Да, я боюсь, ну хорошо, да, завтра я вам позвоню. Счастливо еще. Я завтра вам позвоню, завтра позвоню. Счастливо. Это называется «Found poetry». Вторая часть, Дмитрий Жирнов. Он любит красоту, она растет, и вот какой уж год она растет, становится прекрасней представленного волшебства. Смотри, вот такова Москва, вот счастье. Но почему-то недовольный, он прячется за знамый угл. Ты утл, ты гол, ты знамо недовольный. Ты хмур, ты мудр, ты тихая, нелепая зверюшка, проскальзывающая мимо ушка. И что? Мы как сильны? Сильны. О, Господи. Ну, не было бы войны. Цикл маленький, называется «Неведомый Бог». Первое. Ковром покрыт бомбардировок какой-то дальний островок. А ты, ненадобный обломок, кривляешься у ног. Того неведомого Бога, который всех вооружил. Не чаешь мир или пробега. Ну, ладно, я пошел. Второе. Костолом под столом совершает работу. На самом же столе, выстрелом холостым прекращенный, лежит фантом за свободу принятый. Но и неведомый Бог бы с ним. Постная хирургия, кукловодов и хороводов, естество испытателей, прочих природоведов гарантирует окончательную победу. Полностью предотвращает обиду. Третье. Найденные предметы не трогай, сообщи сразу водителю. Если идет чужой, кто нашей дорогой, пожалуйся к родителю. Вообще, отсоси руководителю во имя неведомого Бога. Ну, вот, говорят, нет, кричат с порога. А ту, мол, а ту, эту ли, ту сторону нам принять? Не понять. Возлюбим же красоту. И немедленно начнем стрелять. Еще один маленький цикл, который называется «Регистры». Первое. Проходит ряд существ сквозь пелену веществ. Они не факт, что здесь. Не факт, что есть. Твое умение видеть пригодится в этот раз. Гляди внимательно на проступающие облики. Они клубятся. Облики. Они клубятся, словно облаки. Они уже. Второе. Чего бы на что перевести? Часам к пяти, к шести. Куда пойти, когда идти не можно? Дорога ложна. Вот вижу нечто противоположное, стоящее не здесь, но там, где явленных предметов. Смесь. Третье. Выступают режимы, регистры. Те, которые не повторить. Так они непредвиденно пестрые. На некую глазу невидную. Нить нанизаны. Что же за нить? Объяснившим не позавидую. Четвертое. В западно-восточном полушарии явственно кому-то помешали мы. В северном и южном тоже ни на что мы не похожи. Есть, однако, некое посреди. Вот туда и иди. Пятое. Поход вовнутрь бывает столь, что выход невозможен. Поэтому глотаем пыль в предъявленной снаружи. Зато и ветер внутреной не спекулирует виной, не объявляет стоимость и не бросает кость. И последнее стихотворение. Которое, собственно, дало название книжке. За 200 метров уже ничего не видно. А там происходят меж тем удивительные дела. Шествует, быть может, марш людоедов победно. Но в то же время, возможно, какая пылинка там расцвела. Твое незрячее зрение заменяет воображение. При этом отметим, неважно, что именно заменяет что. Есть там вдали какая-то жизнь, движение. Однако же уже не видно даже за 100. Спасибо.